Играть я буду за московская торпеда. Команда вышла в премьер-лигу, недавно отыграла свой первый матч, проиграла Сочи 1-3, но в этом сейве мы начинаем с прошлого года, с июня 2021 года, и здесь торпеда еще играет в FNL, и мы будем стараться вывести торпеды из FNL в премьер-лигу. Вообще, как я решил делать эту серию, и почему я играю именно за торпеда, я просто сходил вживую на матч торпеда-Сочи, мне в целом понравилось, я вообще до этого ни разу не был в футболе, а сейчас сходил, и мне понравилось, и я решил, ну, типа, вот на эмоциях этих я решил, дай-ка я поиграю в FNL и тоже сделаю из торпеда какую-то хорошую команду, как минимум, выведу ее в премьер-лигу, как в реальности. Но при этом я должен предупредить, что я не очень опытный игрок в футбол-менеджер, я там играл, то есть последняя версия футбол-менеджера, в которую я играл, это был в футбол-менеджер 2011. То там я отыграл не очень много, больше всего я играл в футбол-менеджер 2010, отыграл там за Спартак, довел его там до финала Лиги Европы, ну, что, наверное, опять-таки не очень впечатляюще, но для меня это круто. И я не знаю никаких тактик читерских, я даже не хочу этим пользоваться, потому что чем мне нравится именно футбол-менеджер, а там не FIFA или не Prevolution Soccer, этим ощущением реализма. То, что ты не можешь взять вот реально условная торпеда или даже условный Спартак и обыграть сразу Барсиону. Тебе для этого нужно долго работать, долго стараться, и команда будет играть на своем уровне. И это чувство реализма, оно именно, это то, что мне нравится в этой игре. Поэтому будем постигать игру по ходу дела, будем стараться находить какие-то тактики сами, возможно, что-то будет не получаться, возможно, меня вообще из команды выгонят, я не знаю, но если выгонят, тогда будем думать, либо начинать новый сейв, либо играть за другую команду. А пока давайте-ка посмотрим на состав, вообще с чем нам придется иметь дело. Так, тут у меня уже выделен фильтр, поскольку я до этого смотрел, ну, до этого я заходил в игру, чисто проверить, что происходит. Поэтому, так, давайте-ка с кого начнем, начнем, давайте-ка, так, уберем сторону, вот это все, да, давайте уберем, оставим вратарей. Так, вратарей, что у нас тут есть? Команда B, команда C, до 11, до 18, понятное дело. У нас, короче, в команде всего три вратаря, это не очень много, на всю команду. По возрасту у нас есть 34, 20, 27, вот этот вот вратарь самый возрастной. 11, 11, реакция 12, ну, в принципе, кстати, более-менее, более-менее, хотя вроде нам как и снова дают вот этого вратаря. Виталия Ботнера. Так, тут должна быть эта кнопочка сравнения. Да, вот с этим вот сравним. Так, зеленый Ботнер, синий, долбня. Так, ну, интересно, нам советуют стартовым ставить Ботнера. У него лучше парирование удара, лучше... Не знаю, примерно равные вратарей, я буду, посмотрю на них в притезонке, и тогда уже решим. Понятное дело, что за Виталием Ботнарем, наверное, так его правильно называют будущее. Но, возможно, именно в этом году этот вратарь нам послужит лучше. Еще есть третий вратарь, Антон Поручиков. Давайте-ка тоже его сравним. Ну вот, с Ботнарем они примерно одного возраста. Так, ладно, характеристики. Так, у Поручикова... Ну, у Поручикова почти все хуже, кроме... Не, ну, Поручиков, конечно, пока сильно хуже, по всем параметрам. Поэтому он будет играть за другую команду, он, я понял, за кого-то в аренде. Не понял я, у кого он в аренде. Не вижу этого, потому что, опять-таки, если что, сори, я вот реально... Это мой первый... Мой первый сейф в футбол-менеджере. Так что доберемся. Ну ладно, с вратарями посмотрим, но более-менее зайдет. Наверное, усилять не нужно. Давайте теперь посмотрим нападающих. Потому что во многом от нападающих... Так, а что это у нас? А, наверное, вот так... Да, вот так выставляем всех. Нападающих у нас четыре штуки. Лебеденко, Лаптев, Калмыков и Дорохов. Лебеденко уже очень старый. То есть, при этом, самый дорогой вот этот вот, Калмыков. Калмыков, он... Ну, он больше играет ногами. У него нормальное завершение атаки. Он не очень хорошо играет головой. Техника тоже хорошая. Правда, прыгает высоко, а головой играет плохо. Так что... Так, не очень. Храбро 16. Ну, такой... Мне на самом деле не очень нравится. У него нормальное завершение атаки. Но, по сути, у него больше ничего и нет. Дальше смотрим, кто у нас идет дальше. Дорохов. Совсем молодой парень. Ну, как всем молодой? 21 год все-таки. У него завершение атаки 12. Игра головой 11. Техника 8. Первое касание 13. Скорость 13. А у этого сколько была скорость? О, этот вообще медленный. Блин, вот это мне не нравится. Калмыкова я даже, наверное, выставлю на продажу. Потому что, вроде бы, он стоит немало. А по факту у него скорости нет. Игры головой нет. Непонятно. Так, есть Денис Лаптев. 29 лет. Вот этот вот супер. Он высоко прыгает, играет головой. Скорость, правда, тоже маленькая. Ну, короче, его, если что, можно в конце выпускать. На него навешивать. Я так это вижу. Так, игра Витамча 14. Завершение 12. Ну, кстати, нормально. Мне нравится. Мне нравится. Хороший игрок. И вот эта вот легенда куба. Игры Лебеденко. Про него недавно была статья на sports.ru. О, боже. О, боже, нет. Это фиаско. Завершение атаки 10. Игра головой 8. Скорости нет. Ничего нет. Короче, понятное дело. Это, короче, будет чисто там в кубке где-нибудь играть и так далее. В реальности. Ну, точнее, в реальности, может быть, он еще может играть. Но вот в футбол-менеджере уже явно нет. Хотя нам его дают как игрока старта. Но, по сути, мы будем играть в одного нападающего, как мне кажется. И мне больше понравился этот вот Денис Лаптев. Он и ногами играет, и головой играет. Короче, если что, будем строить под него игру, чтобы навешивать и так далее. Ладненько. Давайте-ка сразу перейдем в схему. И вот сюда поставим Дениса Лаптева. Так, ну, это сюда, но в отреме мы еще посмотрим. В отреме мы посмотрим. Сейчас посмотрим защиту и полузащиту. Так, с кого начнем? Давайте начнем, перейдем. Будем идти в обратном направлении. Ух, у нас, ничего себе, у нас полузащиты много. Давайте смотреть по очереди. Так, атакующие центральные полузащитники. Вот на эту позицию. Под нападающим должен быть игрок с хорошим пасом в первую очередь. Кто у нас есть тут? Александр Рязанцев. Техника, пас. Вроде неплохо. Может сыграть. Мне нравится. Так, дальше. Смотрим, у нас стоит на этой позиции по учению Павел Ситко. Но, кстати, он больше фланговый. Он больше фланговый игрок. У него навеса 12 нормально, скорость нормальная. Ну, то есть, он, кстати, больше, мне кажется, сможет сыграть на левом фланге. Пас у него тоже хороший. Угловые может подавать. Давайте-ка пока временно вот так его переставим сюда. Так, и давайте-ка посмотрим. Вообще, а что у нас там с левым флангом в нападении? Вот этот вот был Владислав Адаев. Не, он мне не нравится. Он не умеет навешивать. Короче, нет. Это не то, что нам нужно. Он, правда, быстрый. Быстрый. Техника нормальная. Пас, ну, сойдет. Но нужно, чтобы фланговый умел навешивать. Короче, если что, побудет на ротацию и так далее. Что он там, три гола забил? А, это он за три года забил три гола. Ну, короче, нет. Мне он не нравится, он не будет игроком основа. Ну, может, будет, но пока я так не планирую. Так, Тимур Адбрашитов. Не, это какой-то молодой игрок. Он нам пока не подходит. Это явно не игрок основа. Что там? Давайте тебе смотреть справа, кто у нас. А, вот Мухаммед Саутонов. Его вроде фанаты очень любят. А по факту, блин. Ну, вот у него хороший дриблинг. Хороший дриблинг. Игрок из Таджикистана. Хороший дриблинг. Хорошее завершение атаки. Пенальти умеет бить. Техника неплохая. Главы, скорость. Навесы слабые. Его бы куда-нибудь в центр научить, но в центре он играть не умеет. Ну, блин, чисто за счет дриблинга и пасса. А, правда, в пасс он тоже не умеет играть. Ну, ладно. Может быть, что-то он сумеет на дриблинге против защитников ФНЛ. Так что его мы оставим здесь. Осталось только понять, кто у нас будет играть в центре. Центрального полузащитника атакующего. Может, конечно, я вообще перестрою схему. Но все равно кто-то нужен в центре. Правда. Так, ситком мы перевели направо. Полубояринов. Полубояринов. Ну, блин, на самом деле сойдет. Сойдет. Пасс есть. Техника есть. Принятие решений. Где тут? А, ну, вот импровизация 11. Принятие решений 11. Ускорение 12. Ну, на самом деле сойдет. Дриблинг тоже на уровне. Короче, полубояриного я поставлю в центр. Вот сюда вот, под нападающего. Так, теперь давайте-ка смотреть, что у нас по опорникам. Ух, блин, ну тут игроков, конечно, много. Давайте-ка смотрим именно только тех, кто может сократить в центре. У нас же центральная только есть. Смотрим. Алексей по меркам. Так. Ну, это в основном... Опорник оборонительного плана. Как бы... Ну, чисто в отборе. Так, а Кожемякин? Кожемякин тоже такой оборонительный. А, он вообще защитник, который может сыграть в полузащите. Ну, ладно, посмотрим на него потом. Равиль Нитфуллин. Так. Ну, такой игрок универсальный. Вроде техника есть. Пасс есть. Отбор есть. Кстати, его можно поставить центральным полузащитником. Он как раз... Ну, он умеет все. Сойдет. То есть, вот этот вот... Как там его... Равиль Нитфуллин. Ну, он... Вот он на своем месте. Хотя я бы его вместо разрушителя... Вместо разрушителя поставил бы... Так, может быть, бокс-то-бокс. Да, пусть будет наш бокс-то-бокс. Так, ну, нам нужен еще второй полузащитник. Так, кто тут... Этих мы уже смотрели всех. Иван Йенин. А, Иван Йенин, он так как раз больше на атаку. То есть, у него и скорость есть. Ну, дриблинг так себе. Ну, короче, больше сыграть в пасс на технике. Хорошие у него психологические показатели. Так, что сойдет. И Илья Елисеев. Нет, это игрок слабенький. У него хорошие природные данные. Посмотрим, что из него вырастет. Но пока он явно... Ну, только за молодежку можно его заиграть. Так, что давайте-ка... Кто у нас там? А, вот, Иван Йенин. Иван Йенин может быть опорником. Точнее, вот, центральным полузащитником. Ну, вот так вот у нас два игрока полузащита. И теперь посмотрим, кто может сыграть в защите. Опять-таки, я предполагаю, что у нас в торпедо мы будем в основном хорошо водить мечом. Поэтому нам нужны защитники, особенно фланговые, которые умеют работать и с мечом тоже. Так, смотрим, что у нас по защитникам центральным. Ух ты, Андрей Евдокимов очень дорого стоит. Опека слабенькая. Отбор нормальный. Игра головой нормальная. Скорость, ну, для защитника сойдет. Высота прыжка хорошая. Ну, короче, нормально. Ну, сойдет обычный защитник. Может сыграть в обороне. Он у нас в старте стоит. Нет, в старте у нас его нет. Можем его поставить вот сюда. Вот сюда, пожалуй. Как в созидании он не очень хорош. А вот этот кто? А, вот этот тоже такой же оборонительного плана. Ну, ладно. Вот такая вот пара еще сойдет. Можем даже поменять в плане. То есть, вместо созидательного сделаем просто два центральных. Два центральных на оборону. Вот этот обороной будет заниматься. А этот будет что-нибудь блокировка. Ну, ладно. Пусть у нас будет два игрока центральных, которые будут друг друга немножко дублировать. Или пусть вот этот вот будет оборона, а это подстраховка. Давайте-ка посмотрим. А тут не показано, если подсвечивается. А, вот играя оборонительной его функцию подстраховки, центральный защитник будет отходить немного глубже и прерывать проникающие передачи позади защитной линии. Ну, тут, кажется, опека важна. У этого опека получше. Так, кто еще может сыграть в центре? Кожемякин. Ну, Кожемякин больше справа. Ладно, с центром разобрались. Теперь давайте на левый фланг. Тут у нас Артем Самсонов. Я вот его, кстати, очень любят фанаты. Не знаю, почему он... Тут я, к сожалению, не скачал фотопаки. Он лысый и он как-то сразу бросается в глаза. Ну, блин, на самом деле, вот тут по характеристикам это тихий ужас. Ему уже 30-го года. Он в отбор не умеет. Пас сойдет. Навесы. Ну, короче, не знаю. Мне он не нравится. Вот. В реальности он выглядит очень активным и прикольно было на него смотреть. А вот здесь в фуду менеджере, ну, просто, ну, какой-то отстой. У него только вот хорошие психологические характеристики. Выбор позиций, интуиция, командная игра. Ну, ладно, может быть, и сойдет. Может быть, и сойдет. Кто еще, кто еще может сыграть? Егор Прошкин. Так, ну, это, в основном, это слева. Слева, подождите. А мы сейчас смотрим левых или правых? Давайте сначала посмотрим правых, на самом деле. Тут у нас кто? Кожемякина мы смотрели уже вроде. Ну, кстати, нормально. Отбор хороший. Скорость есть. Техника есть. Навеса, навметов, правда, нет. Но мне он нравится больше. Олег Кожемякин вот на правом фланге, я думаю, сойдет. Давайте посмотрим еще Ивана Темникова. Опа, Иван Темников. Блин, ну Иван Темников, это, по-моему, защитник больше. У него как раз хорошие навесы, хороший дриблинг, хорошая техника. Скорость хорошая. То есть, его скорее на правый фланг полузащита имеет ставить смысл, а не в оборону. Так, его бы сравнить... Вот, а, Султонов там у нас играет. Султонова. Давайте сравним с Темниковым. Так, дриблинг лучше Султонов, завершение атаки, но это неважно. Навеса лучше Темников. На самом деле, Темников, возможно... Ну, короче, вот эти два будут конкурировать между собой, замес в составе Султонов и Темников. То есть, правда, по психологическим характеристикам у Султонова лучше импровизация, лучше принятие решений, лучше самообладание, высота прыжка, но это не очень важно. Ну, короче, Султонов и Темников, они будут конкурировать за позицию. Посмотрим, кто из них себя проявит лучше. Так, и нам остался, по сути, только правый защитник. Так, а Султонов у нас играет слева или справа? Так, ну мы его поставили слева, а справа-то играть особо-то и некому получается. Кожемякину разве что. Так, Кожемякин нормально. Кожемякин может сыграть справа, у него, правда, навесов нифига нет. Но мы с этим подумаем. Так что... Ставим Кожемякин вот на правый фланг. Вот такой вот состав будет у нас. По крайней мере, на первое время. И посмотрим. Может быть, я, конечно, еще посмотрю на предсезонки, будет что-то ужасное, и я его изменю. Или я еще посмотрю более детально на игроков и решу изменить. Но пока вот так. Дальше у нас идет предсезонка. Четыре матча против Локомотива 2, Спартака, Сатурна и Арсенала Тула. Я предсезонку показывать не буду, отыграю ее сам, потому что я люблю играть неспешно, а это часто... Ну, короче, трудно играть так неспешно на запись. Поэтому я предсезонку вырежу и вернусь в эфир вот перед этим матчем, перед матчем открытия с Велесом. Итак, впереди матч на выезде против Долгопрудного. Предсезонка прошла великолепно. Мы всех обыграли. Даже обыграли команды из премьер-лиги, такие как Спартак и Тульский Арсенал 1-0. 3-1 обыграли на выезде Сатурн. Не помню сейчас, где он играет, наверное, где-то в ПФЛ. И 11-0 вынесли Локомотив 2. Потом... Да, надо сказать, что... Предсезонка была настолько мощной, что мне казалось, что сейчас мы будем всех выносить, но в матче открытия против Велеса было довольно трудно. То есть мы выиграли 1-0, не без труда. Но у нас не было большого преимущества по моментам. Елинский гол забил Султонов. И в целом в конце Велес так нас неплохо давил. Мы потели по физике. А теперь будет игра против Долгопрудного. Первая игра в сезоне на выезде. И будет интересно посмотреть, как мы справимся. Да, что касается трансферов, то я сделал 4 трансфера. Давайте начнем с конца. Даниил Петрунин. Это защитник из Спартака 2. Он пока за нас не сыграл ни одного матча, потому что я его подписал буквально на днях. И он сразу поломался. В принципе, такой нормальный защитник. Ему всего 22 года. Сможет сыграть в премьер-лиге, если мы выйдем. Дальше Евгений Гапон. Бесплатный трансфер. Еще один защитник. Он может быть немножко похуже. Он... Ну, короче, где он только не играл. Короче, поездил по всяким пердям российским. Шильник, Мордовия, Кубань, Кубань-2. Анжи, Хиньки, Шахтер из Караганды. И вот теперь наша команда. Ну, в принципе, нормально. Он может заткнуть любую дыру. Сыграть и слева, и в центре, и справа при необходимости. Так что сойдет. У нас вообще большой дефицит игроков. В заявке всего 22 человека. Поэтому нам нужны такие люди, которые могут выйти сразу на несколько позиций. Дальше Эрик Асамани. Он сейчас, к сожалению, тоже поломался. Но, может быть, уже к игре с Долгопрудным выздоровеет. Очень крутой атакующий полузащитник. Который и навешивать умеет, и в дриблинг умеет. Короче, он мне очень понравился. И это будет наш основной атакующий полузащитник. Правда, там другой игрок теперь расстраивается. И вся команда из-за этого расстраивается. Но ничего страшного. Придется потерпеть. Тем более, вот тем более и скорость есть, и ловкость есть. То есть ему бы еще пас получше и завершение атаки. Ну или дальние удары. Потому что... И тогда ему вообще не будет цены. Надеюсь, за два года он еще прибавит. У него всего 21 год. И наш самый дорогой трансфер на этом трансферном окне. Это Осина Кейта. Нападающий из Страсбурга. Точнее, из Страсбурга 2. Который, может быть, даже при определенных обстоятельствах станет нашим основным нападающим. Пока я его присматриваю, чтобы он выходил на замену. Потому что он такой универсал. У него и игра голая нормальная, и завершение атаки. И игра без мяча. И скорость. Короче, очень хороший форвард. Но пока он будет нашим вторым форвардом после Дениса Лаптева. Так, выбор состава. Ну, по сравнению с Стартовым, я только, пожалуй, заменю померка на Нитфулина. Потому что Нитфулин был в первой игре отармирован, и только поэтому он не вышел. Всеми остальными я доволен. Были вопросы, кого ставить из латарей. Либо Виталия Батнаря, молодого нашего, нашу молодую звезду. Либо более опытного Александра Добню. Но они примерно равны. Я решил сделать ставку на молодого, чтобы дать ему побольше игровой практики. Ага. Нет, нет, нет. Раз не хватает. Готовности, значит, нет. Значит, состав будет точно такой же, какой был в первой игре. А Нитфулина, если что, выйдет на замену. Так, небольшая пауза. Илья Абаев, по-моему, раньше этот игрок играл в Нижегородской Волге. Я просто в Парабольщин Сокер играл в Волгу, по-моему, он там стоял тогда, лет пять назад. Так, ну что ж. Сегодня мы фавориты. Я хочу, чтобы вы сыграли соответствующим образом. Давайте посмотрим. Так, Долгопрудный начинает с центра поля. Неспеша разыгрывает мяч. Да, на самом деле, по идее, мы должны обыгрывать Долгопрудный очень уверенно. У нас, реально, у нас состав для ФНЛ супер хороший. Но вот в первой игре Велес нас так нормально повозил. Сам Слонов отлично играет головой. Давай, Асаманя на скорости, на скорости проходит. Ну, посмотрите на эту легенду. Ну, не, немножко не хватило. Ну, он еще может навесить. Навешивает, и Лаптев бьет головой. Ну, вот так мы и будем играть весь сезон. Это наш стиль. Это наш игровой стиль. Мы подаем аут. Точнее, вбрасываем, не знаю. Ну, в принципе, начало нормальное. Мы хорошо контролируем мяч. 66% владения. И такой длинный заброс на Лаптева. На самом деле, это не сам его стиль. Стиль Лаптева в том, чтобы замыкать передачи или бить головы паса навесов. Так, ну, блин. Жаль, не получилось Асамане обыграть или навесить. Так, Томя открыла счет в матче против Алании. В принципе, для нас пока это ничего не значит. Только второй тур. Пока непонятно, кто будет с нами конкурировать в первую очередь. Пока мне игра более-менее нравится. Хотелось бы, конечно, больше ударов поворотом. Но сейчас, может быть, Кожемякин на вес и... Оффсайд, похоже. Нету головой. Главы нам пока не удаются. По-моему, мы и в прессионке не забили ни одном часа головых. И сейчас тоже. Но с этим надо будет отдельно поработать. Как я понял, есть разные настройки в фуду-менеджере, которые помогают сделать угловые более эффективными. Эх, Йенин. Немножко неудачной передачи. Нужно обратно бежать, чтобы не дать долгопрудному шансы на контратаке. Да, ну, в принципе, это... Что я вижу, это очень атмосферно, потому что такая нормальная, обычная игра в FNL. Ничего особенного не происходит. Такая немножко вязкая игра. Мало ударов поворотом. Мало голов. Именно этим это и атмосферно. Ну, все-таки хотелось бы уже как-то больше нацеленности на воротом. Ну, вот Асамани нет, он принял мяч без скорости, ничего не может. Потому что пока у нас много катаем мяч, контролируем игру, но моментов пока практически не было. Было два удара головой. Не особенно опасных. И еще один удар. Игра называет его опасным. Я бы так не сказал. Да и по XG сейчас проверим, что там было. Что-то вообще ничего не добавилось. Да, надо будет прибавить, наверное, в активность. Если ничего не получится, в перерыве будем думать, как нам улучшить нашу игру. Ах, ну, такая передача, трудно было, чтобы она прошла. И вот он, неплохой момент. Султонов, гол. Второй гол Султонова в сезоне. Оффсайд. Жалко. Очень-очень жалко. Оп-па. Опорник по меркам. Вот это да. Как он оказался на позиции центр форварда? Я даже не знаю. Это удивительно. И вот таким он хорошо снимает головой передачу. Так, пока показывают у нас, что Султон немножко приседает. Подумаем, что-то не делать. Ну вот, можно бить. Можно бить Султонов. Ну, эх, ушел на угол. Потерял мяч. И еще один удар Лаптева головой. Ну, пока все нормально складывается. И вот она еще одна передача. На Ситко можно в центр. Ну, я думаю, рано или поздно Лаптев так забьет. Много на него навесов. Он хорошо играет головой. Так что пока все складывается по плану. Мы забили гол. Контролируем мяч. Добавить и даваем инструкции. Да, нет, все нормально, я считаю. И вот, а сама они проходят на дриблинге. Но, как я уже говорил, удар не самая его сильная сторона. Ух, вот это опасно. Это опасно. И, да, Долгопрудный сравнивает счет. Вот так вот ушли в контратаку. Перед самым перерывом получаем голову в раздевалку. Да, это, конечно, неприятно. Ну, вот, а сама они на скорости получают мяч. И в центр на Лаптева. Гоу! Отлично. Да блин, неужели снова офсайд? Блин, вот это обидно. Два гола уже не засчитали. Уходим на перегреб с счетом 1-1. Не знаю, в принципе, я не могу сказать, что я игрой недоволен. В целом мы игру контролируем, играем лучше. Давайте так, мы здесь лучше, продолжайте делать то, что делаете, и все будет хорошо. Так, давайте посмотрим, может быть, будем ли кого-то менять. Будем ли кого-то менять. Да, на самом деле, меня состав устраивает. Думаю, парням надо продолжать делать то, что они делают, и во втором тайме еще один гол забьем и выиграем игру. Только надо, конечно, быстрее принимать решение. Ну, отлично. Ну, штрафной, но мне просто... Мне не нравится, когда... Опа, красная карточка. Шикарно, шикарно. Мне не нравится, когда Лаптев получает мяч так далеко от ворот. Дальний удар. Ну, головой перевели. Отлично. Эх, Асамани бьется голового. Да, сейчас, похоже, Долгопрудный совсем сядет в оборону. Они нас совсем не притингуют, дают контролировать мяч. Все игроки Долгопрудного находятся на своей половине поля. Да, вот, посмотрим, как у нас получится взломать такой явно автобус. Так, давайте, настрой будет у нас наступательный. Или даже атакующий. Давайте атакующий настрой. Эх, Лаптев в упор бил головой. Итак, Асамани штанга. Ух. И еще одна штанга. Да, блин. Не, хорошо, хорошо играем. Мне нравится, ребят. Давайте в том же духе. В том же духе продолжаем, и все будет хорошо. Вот так, конечно, бит давать нельзя. Вот, много игроков Долгопрудного осталось отрезанными, Асамани бежит. Бежит, бежит, бежит. Ну, видимо, это будет под навес. Нет. Отдает Хенину. Переводим на другой фланг. Ну, видимо, тут уже явно под навес. К сожалению, безадресно. Ну, видимо, придется менять Султонова. Померка получает желтую карточку почему-то. Так, давайте поменяем Султонова. У него совсем, совсем игра не клеится. Вместо него кого выпустить-то? Давайте, будет слово Адаева. А, он не может играть на этом. Так, ну, давайте переведем Адаева. То есть, поменяем флангами и вот так сделаем. Посмотрим, что он покажет. Так, Султонов на углу поля. И, да, сегодня Султонов прям совсем делает не то, что нужно. К сожалению, хотя он и забил гол незащитанный, но в остальном у него игра у него совсем не клеится. Дальний удар, это совсем не то, что нужно. Так, ну вот, есть возможность контролировать мяч пятишешковной. Ну, блин, почему дальний удар? Почему дальний удар? Где-то тут можно... Да, у них установки на дальние удары нет. Да, я помню, в старых футбол-монжерах там была инструкция, там вообще... Можно было конкретному игроку запретить дальний удар. Я думаю, тут тоже такое есть, но я пока не до конца разобрался. И... Пока не получается у нас забить второй гол, хотя по XG все неплохо. 1.64 уже создали. Ну вот, хорошо вывели Асамани. У него, правда, завершения никакого, но все равно забивает гол. Молодец. Молодец, давайте оставим настрой атакующий, потому что мы все равно сильнее. Мне кажется, для нас будет сейчас безопаснее идти и сбивать третий, чем сесть с ворону. Тем более, играем в большинстве. Евдокимов очень хорош с головой, мне прям радует его игра. Ну, блин, зачем такие забросы? Эх, хороший удар, но пока ничего не получилось сделать. Так, давайте-ка посмотрим, может кто-нибудь устал. Померка. Давайте он сидит на желтой карточке, выбросим вместо него Нитфулина. Как мы это планировали перед игрой. Думаю, на 20 минут уже хватит Нитфулина в физухе. Да, владение мячом под 70% у нас. Эх, Самсонов не точная передача, но Долгопутный тоже ошибся. И продолжаем опасное владение. Самсонов, ну можно и бить, можно и бить. Ну, устроили такую перепасовку, померка, Асамани. Ну, давайте, кто ударит? Померка бьет. Не точно, это, наверное, был не лучший вариант для игрока, который бьет. Точнее, ну, у него не лучший удар в команде, поэтому лучше бы пробил кто-нибудь другой. Так, блин, чего мне не хватает в моей тактике? То, что, наверное, крайние защитники лучше бы больше подключались к атакам вне игры. Ну, ладно, в целом, все идет по плану. Все идет по плану. Так, давайте-ка, наверное, в конце выпустим вместо Лаптева свежего усины Киита. Может, он на скорости кого-то обыграет. Ну, что все равно... Ух, ух, интересно. Все равно мы сейчас играем основным низом, не особо навешиваем. Поэтому усина Киита будет поинтереснее в этом сочетании. Хотя, вот под такой навес, наверное, у Аптев был бы получше. Пока у него не очень клеится. Ну, хотя бы, да, углевую, но пока в двух играх в чемпионате ноль голов. Блин, хотел бы, конечно, уже забить третий и окончательно взять с ней все вопросы. Так, и давайте-ка сделаем еще одну замену. Выпустим Гапона вместо Шумских. Блин, мне не нравится то, что у нас очень много ударов неточных. С этим, конечно, нужно работать. Мы могли бы гораздо лучше реализовать наше владение. Бить с гораздо лучших позиций. Ну, а сама они, ах, заблокировали удар. Был шанс на дубль. Ух, интересный удар. Ладно, конечно, хотелось бы третий, но 2-1 тоже неплохо. В принципе, как-то полноценную игру обсуждать трудно, потому что она разделилась на период до удаления и после удаления. Если бы у Долгопутного не было удаления, нам бы, конечно, было бы гораздо труднее их оборону взломать. И, может быть, получилось бы, может быть, нет, но так нам было гораздо проще. Поэтому все идет ко второй победе в этом сезоне. Вот еще один удар. Абаев не зафиксировал мяч. Да, вот Адаев вышел и не показал вообще ничего пока что. Опа, пенальти. Пенальти. Я даже помню, кто у нас бьет. А, Павел Ситко. Помню, его зовут Павел. И 3-1. Отличное завершение. У Синекейта тоже молодец, заработал пенальти. Хорошая, уверенная победа. Торпеда. Хорошая, уверенная победа торпеда. Но пока у нас было два особых соперника. Следующая игра будет с Ротором. Там уже будет настоящий челлендж. Посмотрим, что с этого выйдет. Но начало нормальное. Я не могу сказать, что я прям так уж в восторге от игры своей команды. Но выигрываем, очки набираем. Так что пока что можно не волноваться. Итак, матч окончен. 3-1. Давайте-ка перейдем в раздевалку. Я доволен результатом и вашей игрой. Итак, смотрим, как сыграли остальные. Спартак 2 выиграл у Виллиса. А Ваня выиграл у Томи. Это интересно. Так, Факел проиграл. 1-3 тексильщику из Иванова. Да, ну пока всего на самом деле 3 команды, которые одержали победу в обоих турах. Так, а Ротор кому-то проиграл, видимо, в первом туре. А, Ротор просто еще не играл. Ну, понятно, они будут играть с Липецким Метаургом. Ну, нет, может быть и не с ним. Не помню с кем. Ну что ж, хорошая игра, хорошая победа. Следующая игра будет против Ротора. Это очень интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а пока я на этом завершу. Напоминаю, что мы сейчас делим первое место в таблице со Спартаком 2 и Генесеем. Но, конечно, впереди еще очень много борьбы. Продолжение следует... Продолжение следует...